Государственные программы в рамках помощи лицам с инвалидностью успешно реализуются в регионе. Помимо социальных выплат и обеспечения необходимыми лекарствами, выделяются гранты на создание стартапов. Одним из положительных примеров поддержки стал заточник Константин Нохрин. С молодым человеком пообщалась наша съемочная группа. Так Константин Нохрин проводит свой рабочий день у станков. Молодой человек с юных лет увлекался различной техникой, начинал свою трудовую деятельность со станции технического обслуживания. При этом, по словам мужчины, своей текущей деятельности, а именно заточки инструментов, он обучался самостоятельно в свободное время. Затачиваем как маникюрный инструмент, так же плотницкий инструмент, стамески. И так как сейчас сезон зимней рыбалки, точим все виды рыбацких снастей, инструментов. Ножи на бур, например. Также и производим ремонт швейного оборудования, мешкопрошивочные машинки. В этом году Константин получил грант от государства на открытие собственной мастерской. Благодаря поддержке он оборудовал небольшое помещение, закупил точильное оборудование и другие необходимые инструменты. За небольшой промежуток времени об этом месте узнали по всему городу, поэтому на спрос мужчины не жалуются. В 2023 году получил грант от государства в размере 1 380 000 на открытие своего дела. Приходил сюда изначально на ремонт колясок и на колясок. Это по программе, на бесплатной основе все. Потом в мастерской просто для себя, ну, коллегам, так сказать, точил ножи, топоры на других штанках. Ну и решил, что можно, в принципе, это превратить в свое занятие профессиональное, так сказать. На основном, да, это посредством интернета, OLX-сайты, также Инстаграм-страница своя. Также, ну и сарафанное радио. Люди, которые приходят, советуют другим. Пример Константина далеко не единственный по региону. Государством активно оказывается помощь лицам с инвалидностью. Причем не только в получении рабочих мест, но и открытии собственного дела. Для этого проводятся обучающие курсы. Хороший пример, да, обучение основам бизнеса. Ну, я скажу, если ранее у нас немного, то в текущем году 256 лиц с инвалидностью прошли вот именно это направление. То есть, по созданию своего дела, а не обучение. Гранты на реализацию новых бизнес-идей на конкурсной основе в размере до 400 МРП получили 41 лицо с инвалидностью. То есть, грантами начали заниматься. И 22 человека – лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Сферы бизнес-идей не ограничены. Люди с особыми потребностями открывают собственные цветочные магазины, мастерские по ремонту ювелирных украшений и даже коррекционные центры. Константин же, в свою очередь, планирует в скором времени расширить свое рабочее место и продолжать дело уже не в одиночку. Василий Павлиди, Павел Соловьев, Кокчаяк-парад.